Шестилетняя Рита пока ходит в детский сад. В следующем году пойдет в школу номер 12, которая расположена по соседству. Радостное ожидание учебы омрачают переживания мамы о том, что к учреждениям сложно подойти. Дорога узкая, поток машин идет сразу с трех сторон. Кто-то привозит детей в школу, кто-то выезжает из дворов на работу. Водителей останавливает только лежачий полицейский на спуске от УВД до улицы Казамазова. Никаких знаков для пешеходов нет. Очень сложно. Переходить машины едут, не всегда останавливаются. Иногда перегораживают сам подход к школе. То есть и детей отпускать от них страшно, и даже самим с ними переходить дорогу внутренне очень страшно. Без помощи взрослых школьникам переходить дорогу становится опасно. Мешают еще и припаркованные вплотной автомобили. Водитель может не увидеть ребенка за поворотом. На пешеходов реагируют по-разному. Бибикают, иногда окошко откроют, могут сказать, не видишь, куда идешь. Так это мягко сказано. Пытаются, конечно, там притормаживать, но страшно иногда чувствуют, что притормаживают из больших скоростей. С этой проблемой сталкиваются почти все школьники и их родители. Саровчане считают, что пешеходный переход сделал бы их дорогу знанием безопаснее. Комфортно переходить дорогу или есть какие-то сложности? Есть сложности, потому что здесь ездят машины, то есть могут, ну не дай бог, задавить. Если ребенок будет переходить дорогу один, то мне будет страшновато, потому что, в принципе, здесь движение неконтролируемое. Каждый едет как хочет, паркуется как хочет. То, что здесь нет пешеходного перехода, я думаю, что да, люди бывают как послепая зону, выезжают и не видят перебегающих детей. Ну вот здесь достаточно, да, трудно, потому что машины с этой стоят, еще и с этой выезжают. Ну, немного проблематично. Машины не останавливаются, не пропускают пешеходов. Деткам очень опасно, их не видно из-за машины. Вопросы по установке дополнительных знаков и пешеходного перехода на этом участке в ближайшее время рассмотрит комиссия по безопасности дорожного движения. Здоровье и жизнь детей напрямую зависят от взрослых. Пока вопрос не решен, водителям стоит быть бдительными, не превышать скорость на опасном участке и внимательнее смотреть по сторонам. Дарья Козина, Константин Островский, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24.